Добрый день еще раз. Я вам обещал сегодня попробовать показать, насколько разные процессы биологической эволюции в зене связаны. Насколько некорректно представлять себе изолированные события сами по себе могут определять фотоэволюционную историю той или иной биологической. Итак, одна из двух рыб, кистеперые рыбы, для решения задачи адаптацию к F-3 водоемам, так напоминаю, F-3 водоемы, это водоемы, в которых очень много органики, то есть еды сколько угодно, а с кислородом огромные проблемы. Значит, у этой группы развивается целый букет. Важнейших особенностей. Во-первых, парные подники превращаются в конечности рычажного типа, в систему рычагов, а не просто веера, торчащая из туловища. Во-вторых, по блоке отходят газовые пузыри, которые используются для дополнительного газообмена. Заглатывается порция воздуха, проталкиваясь не из чего, а в эти пузыри. Стенки пузырей покрыты сетями капилляров, и, соответственно, происходит газообмен за счет дополнительного воздушного дыхания. Немаловажная особенность. Вот физиономия привычной для вас рыбы. Карпа там, скажем, я не знаю, стерлядя, губы, совершенно не важно. Значит, вот это, кто за отверстие стрелочку поставил? Ноздри. Ноздри, правильно. Хорошо. Если я беру рыбу и ввожу в ноздрю зонт, куда идут? А никуда он не попадет. У подавляющего большинства рыб ноздри является просто углублением костяк черепа. Она никуда не ведет. Зачем она нужна? А на поверхности этой полностью находятся нейрончики хеморецептора. Так? Сами стенки образованы мышечной каоксулой, которая периодически сжимается и растягивается. В результате ноздри прокачивает воду. И химические вещества, которые растворены в воде, анализируются хеморецепторами. Так? То есть это в чистую окон чувств. Никаких других задач не играет. Хорошо. А вот у этих ребят что происходит? А у них происходит следующее. В дальнейшем очень важно с ними. Так? Вот голодка. Вот это уже полость тела пошла. Вот голодки отросли вот эти вот воздушные пузыри и дождя. Кстати, а кто понимает, какой участвующий варительный стиль называется пищевод? И у всех ли животных есть пищевод? Поднимаете ручки, кто может попробовать и ответить, прошу? Ну, у них все животные есть пищевод. Вот, например, некоторые обходят, где они... А зачем им нужно пищевод? Ну, для того, чтобы пищевод. А почему нельзя живот поставить сразу за водкой, вот здесь? Так, уже не плохо, прошу. Перекрывается кровоток тогда к мозгу? И... Так, стоп, вот это не понял. Если желудок стоит вот здесь, как это повлияет на кровоснабжение мозга? А тогда перекрывается кровоток от сердца в мозгу? Тогда не перекрывается кровоток от сердца. Где сердце у позвоночника находится? Оно вот здесь ровно и находится. Сразу за водкой. И если вы в этом месте ставите орган, накопите пища, Ну, хорошо, рыбу поел как следую. И что происходит? Сжали сердце. Сжали сердце. Все. Пищевод – это обходная дорожка мимо зоны сердца, мимо перикардиальной области. Эта дорожка соединяет систему захвата пищи, которая называется водка, с органом-накопителем пищи, желудок. Вот эта труба и называется пищеводка. Задачка – быстренько протолкнуть функцию мимо района сердца, чтобы сердце не поджарилось. Хорошо. А теперь ноздря у честеперых рыб – это вот такое углубление в костях черепа. Да? А у честеперых ноздря становится сквозной. Вот такой. Почему важный? А как можно заполнить плющики, пока ноздря была не сквозная? Единственным методом – выставить рот над поверхностью воды. Для этого необходимо полное вспытие. И вот тогда можно глотать воздух. А когда ноздря осталось сквозной, нужно ли выставлять рот? Нет. Достаточно пройти по поверхности воды вот так вот. Так. выведя на поверхность столько районов ноздрей. Вот так. И в этот момент делал глоток. Знаете же, сквозные ноздря оказываются важными вещами. И вот начиная с этого момента один из пунктов, который уже касается нас с вами будет. Скажите, пожалуйста, а у людей сколько ноздрей? Четыре. Четыре. У всех нас с вами четыре ноздря. Вы ноздрями называете вот эти отверстия, ведущие из внешней среды до среды воздуховода, прохода для воздуха. Так вот эти отверстия называются внешними ноздрями. А теперь давайте, я зашел в блоку, я вот здесь сел и смотрю вверх. На потолке, на своде блоки, а что я вижу? Что я вижу на потолке, на своде блоки? Две отверстия. Два отверстия, совершенно верно. Вот. Два отверстия. Внутренние ноздри. Или хо-аны. Да? Итак, когда ноздря становятся сквозной, различают две группы отверстий. Внешние ноздри, это тоже с улица. И внутренние ноздри, тоже со стороны блоки. Хорошо, получили. Что здесь существенно? Скажите, пожалуйста, вот эти признаки возникают для того, чтобы заселить сушу или для чего-то другого? Рычажные конечности, двойные ноздри, развитие легких. Вот все эти признаки возникают первоначально для заселения суши или нет? Хорошо. Нет. Нет, а для чего? Для того, чтобы было удобнее жить в воде. В любых водоемах или не в любых? Не в любых. Не в любых. Это приспособление для освоения эвтрофных водоемов. Так вот, народ, очень важное правило эволюции. Да? Вообще, по идее, эволюционный процесс не способен делать заготовки на будущее. Эволюция носит актуальный характер. Приспособление оценивается по выживанию живых существ. А выживает, вы знаете, в реальном слове выживает. Но очень часто играется какая-то игра. В ходе приспособления к вполне актуальным условиям эвтрофных водоемов создается комплекс признаков, которые, оказывается, можно использовать не только для жизни в воде. Вот, несмотря на то, что первичная причина приспособления к жизни именно в воде, оказалось, что эту систему можно использовать и для освоения суши. Вот такой характер эволюционных процессов называется преадаптация. Создается полное ощущение, что какая-то там разумная сила взяла и создала признаки специально для того, чтобы живые существа освоили эту среду. Самый красивый вариант преадаптации, пожалуй, ну, во-первых, вот это само все интересно. Признаки амфибий, на самом деле, это рыбьи признаки, которые созданы для того, чтобы в воде, а вовсе не для того, чтобы поточку какая-то. Но еще более красивая история с происхождением птиц, с приспособлением к полету. Вот все эти особенности, которые мы считаем птичьими, которые дают возможность летать современным птицам, они в свое время формировались совершенно не для полета, а абсолютно под другие задачки. Ну, это уже просто другая тема. Линия преадаптации при происхождении птиц. Вот эта группа. Да, по какой причине современные амфибии не имеют ребер? В дальнейшем это окажется очень важно. В прошлый раз я забираю с вами. Почему ребра-то исчезают? Хорошо? Для того, чтобы помизить положение центра тяжести, увеличить устойчивость. Дело в том, что на первых этапах населения суши конструкция оказывается крайне неустойчивая. Архимедова силу поддерживать перестала, а мощного скелета и мускулатура еще не заработала. И вот отсюда, с этого момента, начинается несколько интересных этапов. Во-первых, на границе между Дивоном и Карбоном, между Дивонским периодом и Каменно-Угольным периодом, формируются первые леса на нашей планете. Не из привычных нам деревьев, а из высших спорных. Из древолидных хвощей, лаунов, папоротников. Но это действительно леса, высотой в 10-15 метрах. До этого ничего подобного лесам на планете просто не было. Растения не освоили до этого времени модель деревнистой жесткой вертикальной оси, того, что мы называем стволом. Хорошо. Возникают первые леса, и возникает достаточно сложное и достаточно плотное населенное сообщество из бестузвоночных. Многоножки, паукообразные, первые насекомые, черви, моллюски и так далее. А что это значит? А это значит, что еда появилась на земле. Вот до этого момента, пока не формируется сообщество первых лесов, был ли хоть какой-то эволюционный смысл для позвоночных осваивать сушь? А зачем? Что они там забыли? Кроме того, что двигаться в сотни раз сложнее, чем в воде, потому что все этого силы не держат. Кроме того, что риск пересохнуть – это смертельная опасность. Кроме массы проблем со скоростью реакции, ничего другого на суше просто нет. А вот после того, как возникает хорошая трофическая база, то есть появилась еда, вот теперь возникает заказ, вот теперь можно за эту еду поконкурировать. И кто начинает выигрывать в конкуренции? Те, кто лучше ползает по суше. Те, кто способен больше времени проводить на суше. И вот теперь пора посмотреть важнейшую штуку. Ну, вообще эволюция позвоночных – одно из самых важных. лягушки и все прочие афемии не изобрели новую систему органов дыхания. У них совершенно рыбье дыхание. Давайте смотрим, как дышит рыба. Нормальная рыба. Не только кистепюра, а вообще все как дышит. Вот у них в боковых стенках волк и щели. В эти щели свешиваются капиллярные сети. Называются жабры. А дальше рыба раздвигает жаберные крышки. Что при этом с объемом волки? Если взяли, то боковые стенки раздвинули. Увеличился. Это значит давление какое? Давление упало. Рот в это время открыт. Что делает вода? Вода всасывается в полустиртогулке. Почему? А там давление упало. После этого рыба закрыла рот и свела жаберные крышки сжалых. Что с давлением волки? Увеличилось. Увеличилось. А рот закрыт. Как может вода покинуть головку? Только пройдя сквозь жаберные щели. Ведь отверстия в боковых стенках есть, называются жаберные щели. А в жаберные щели свешены как раз капиллярные сети. Вот по дороге вода отдает свой кислород в крышку. То есть, вентиляция жаберного рот, изменение объема и давления в губке. Хорошо. Хорошо. Хорошо.